Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня будет у нас необычная, нестандартная тема. Тема женских дней и гигиены. Это видео по запросу, на самом деле. Это не такое видео, которое взобрело мне в голову. Думаю, ай-дай, сниму про прокладки, да, про всякие женские штучки. Я считаю, что это достаточно полезная тема. И она пришла ко мне с одной из моих подписчиц, которая в инстаграме в прямом эфире попросила снять с меня видео на тему женских дней. И конкретно, сколько нужно носить прокладку. Я сейчас не найду, наверное, этот вопрос. Она мне его еще дублировала в директ. Она сказала, что у нее есть подружка, которая носит прокладку 4 дня. Вы можете себе такое представить? И у этой девушки, видимо, не у кого спросить. И как я поняла потом, то у многих девочек не у кого спросить. Не все девочки могут прийти с этим вопросом к маме или к подруге или еще к кому-то. И ищут информацию в интернете. Я подумала, почему бы до мне не снять видео об этом. Тем более я сделала пост в инстаграме, где спросила у своей аудитории, как они смотрят на то, чтобы я сняла такое вот видео на такую тему. Мы помогли девочке и помогли нашим младшим девочкам, которые не могут. И 90% сказали «за». Они хотят такое послушать, узнать. В принципе, ничего особенного я говорить не буду. Единственное, что пока был прямой эфир, я узнала о какой-то такой штучке, о которой я скажу потом, в первый раз, о которой я слышала, и вообще, как ее можно использовать, и, возможно, кто-то использовал. Это какой-то ноу-хау лично для меня. Я скажу сейчас, чем пользуюсь я, как пользуюсь я, какие правила там, может быть, соблюдаю, да, и так далее. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, мои младшие девочки, приступим. Что касается конкретного вопроса, на который сколько нужно носить прокладку, к примеру, да, и нормально ли это, что носит прокладку девушка 4 дня, конечно же, это ненормально. И если девушки, которые этого не знают еще и смотрят мое видео, ни в коем случае так долго прокладку носить нельзя, потому что, как минимум, это негигиенично, и как максимум, это очень могут быть неплохие последствия в плане женских болезней всяких, которые вообще микробы могут собираться в этой прокладке, и, в общем-то, видео точно не для мужчин. Вы это должны знать, тем более запах – это очень важно, ведь там скапливаются всякие бактерии, а потом, естественно, появляется неприятный запах, и это окружающие ваши чувствуют. Поэтому, если вы не чувствуете этого запаха, то окружающие точно это чувствуют. Поэтому обязательно прокладку нужно менять по мере необходимости. Нет такого, что ее нужно менять каждые 3 часа или каждые 2 часа. У каждой женщины эти дни идут совсем по-разному. Кому-то хватает, сейчас не будет, кстати, никакой рекламы, я покажу именно, чем я пользуюсь, и то, что мне нравится. И со временем, кстати, после рождения ребенка какие-то уходы изменились. Кому-то, например, у кого-то идут эти дни, кому-то хватает вот таких вот ежедневок, на самом деле, очень тоненьких. Я вам даже покажу, мне они очень нравятся, они абсолютно тонкие, вот они, то есть вообще, вот они гнутся. И здесь еще сделана, знаете, вот видите, серединка, и по бокам, что можно со стрингами носить. Я вот эти вообще обожаю, это у нас что? Это у нас дискрит. Сейчас они продаются в фикс-прайсе, кстати. Я стала их покупать, стоят они 99 рублей. И вот такие еще дискрит, они немножечко пополнее. То есть они уже, видите, побольше в сравнительности. То есть кому-то бывает и хватает и такого, да, у меня есть такие знакомые. А кому-то нет. И я предпочитаю, например, покупать Always. Например, вот это 4 капли, но в основном я беру 2-3 капли. Мне подходят такие, они зелененькие там какие-то. Потому что Always они очень хорошо впитывают. И, в общем, это надо пробовать. Я предпочитаю Always. Я уже много всего перепробовала, поэтому Always для меня самые лучшие. Да, они впитывают хорошо. И, допустим, вопросы, сколько носить эту прокладку, то есть вы решаете сами, да. Кому-то будет ее хватать на полчаса, кому-то на час, а кому-то на 3 часа. Тут уже каждый смотрит. Естественно, если вы куда-то вышли и нет возможности поменять, то это не значит, что вы с ума сходите и думаете, о, прошло 2 часа, нужно срочно ее поменять. Нет, такого нету. Но вы сами должны ощущать и понимать. Но, видимо, девушка, которая носит прокладку 4 дня, этого не ощущает, этого не понимает. Тогда лучше ей сказать, что меняй в первые дни каждые 2 часа, например, да. А потом померяй уже. Я еще слышала такую историю, что раньше, когда Always только появились, они продавались поштучно. Я вот такую историю тоже первый раз слушала. Они поштучно продавались. И вот мама с дочкой, вот такую историю мне рассказывали, что мама покупала эти прокладки и говорила, давай надень одна такая прокладка. И они носили ее целый день. Это тоже, на самом деле, не гигиенично. Я понимаю, экономия экономии. Но лучше, на самом деле, туда ту жевату подложить, как наши бабушки делали, честно говоря. Вот. До беременности я пользовалась тампонами. Многие меня спрашивают, можно ли пользоваться тампонами, когда ты девочка и так далее. Я не пользовалась тампонами, когда я была девочкой, естественно. Можно ли тампонами лишиться девственности? Теоретически, я думаю, можно. Но вообще, как бы практически, в общем-то, там сделано все так, что не лишимся мы девственности. Но на самом деле все может быть. Неизвестно как, что ты там делаешь. Поэтому девочкам я бы не рекомендовала использовать тампоны. Вообще, тампоны не всем, бывает, даже подходят. Потому что есть разное внутреннее строение. И с тампоном не всем подходят. Но пробовать стоит. Потому что, допустим, до беременности я пользовалась всегда тампонами. И для меня это было просто спасение. Потому что это чисто, комфортно. И тоже их менять нужно достаточно часто. Но, в принципе, если идут обильные дни, вот у меня было всегда на три капельки, да? Если идут обильные дни, бывает час-полтора. И, в принципе, вы уже это видите, что вам пора менять, да? Сейчас, после рождения ребенка, я не знаю, почему мне тампоны доставляют сумасшедший дискомфорт. И это вот тампоны, которые остались еще с до беременности. Вот они у меня лежат. Я просто их хотела показать. Но я ими не пользуюсь. Я сейчас пользуюсь только такими вот прокладками Always. И потом, потом уже ближе к концу, пользуюсь вот такими тоненькими. Что мне очень нравится. Что еще можно сказать по этому поводу? А, какую новую штучку, ноу-хау? Девочки мне сказали. Я сейчас покажу фотографию. Я никогда такого не видела. Но говорят, что это продается и на китайском сайте, и где-то. Ну, я, честно говоря, я думаю, что это где-то подобие тампона. Это тоже нужно куда-то вставлять внутрь это все, да? Я себе немножечко не представляю, как это. Но девочки, которые пользовались этим, они говорят, что это вау, супер. Мы нашли, открыли. Вот мне, девчонки, интересно, кто таким пользовался. Кто не стесняется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Можете мне в личку написать, вконтакте. Кто таким пользовался, и действительно ли это так помогает. И если сравнить это с тампонами, насколько это, ну, как бы, да, разница. Я просто не понимаю, в виде конуса сделана такая штука, куда-то там что-то собирается, и куда она потом. Потому что мы пока с девочками, на самом деле, обсуждали эту тему. Много было приколов, что она там собирается, переливается, потом выливается. В общем, сразу поймешь, когда тебе менять ее. В общем, я немножко не представляю эту вещь, как ее сделали. Но мне было бы очень интересно вот посмотреть, послушать, как бы. Но я думаю, почему-то мне кажется, что если у меня сейчас дискомфорт от тампонов, то тогда я не смогу такой штукой воспользоваться. Но, во всяком случае, я бы попробовала, наверное. Не знаю, что такое интересное. Что еще хотела сказать по поводу гигиены. По поводу гигиены, например, не все знают, как мыться. Всегда, вот, например, ребенок, да, у меня появился, и всегда мне говорили, что мыть нужно от переда к заду, да. И всегда все врачи об этом говорят, что мыться и девочкам, и мальчикам всегда нужно от переда к заду. Вот, например, я ребенка, когда купаю, да, я всегда его купаю от переда к заду, да. Точно так же должны быть и девочки, и мужчины все обязательно. Чем мыться, допустим, чем использовать Я раньше никогда не заморачивалась на эту тему Пока мне моя одна из подруг Сказала, чем ты именно вот Как-то для интимной гигиены Есть что-нибудь у тебя? Говорю, нет, никогда не заморачивалась У меня либо детское мыло какое-нибудь Либо просто хорошее мыло Либо гель для душа, никогда об этом не думала Но после того, как она у меня спросила, я решила Фоберлик заказать гель для интимной гигиены Я вам показывала его в покупках Он с афродизиаками Очень приятный запах у него Но я не скажу, что что-то изменилось После того, как я начала пользоваться им То есть ничего особо не изменилось Просто для интимной гигиены стало отдельное средство Но Не всегда я скажу, что его использую Часто я использую Просто обычное мыло Или гель для душа Что касается еще, допустим Какой-то обработки Или еще что-то Я рекомендую всем девочкам Использовать периодически Всегда промывается мирамистином Он убивает все микровы Поддерживает Хорошую микрофлору в организме Поэтому мирамистин рулит Он всегда должен быть у каждой девушки Особенно Я не говорю о том, когда у вас есть интимная жизнь Или еще что-то Но даже если у вас нет интимной жизни И просто Есть какие-то такие болезни Как, например, молочница Которую мы можем подцепить где угодно Я не знаю, как мирамистин помогает от молочницы Но я знаю, что он помогает от многих микроорганизмов Которые могут появляться И убивает множество микробов Поэтому мирамистин должен быть у каждой девушки Еще скажу такую вещь Сразу я думаю, это будет полезно По поводу молочницы Молочница передается не только половым путем Насколько я это знаю Насколько я консультировалась с врачами С которыми Непосредственно, да, к которым я ходила Молочница это такая вещь Которая может появляться Даже перед месячными у девушки Поэтому не пугайтесь Опять же, мирамистин в помощь Есть всякие таблетки Которые можно принять От единожды Есть дважды Есть свечи, которые можно вставлять Они безвредные То есть это не антибиотики какие-то Молочница это не страшная вещь Ее можно подцепить Пользуясь чужим полотенцем Поэтому полотенца всегда берите у кого-то чистые Никогда не берите и не используйте чужие полотенца Потому что, что касается гигиены Именно половых женских органов Это очень важно То же самое и касается мужчин Потому что у мужчин тоже бывает Молочница Но это видео не для мужчин Но просто девушки Чтобы знали для своих мужчин Что это тоже важно И чтобы сразу у мужчинок Женщина не ревновала Если что-то там появилось Зачесалось И вы сразу Так, где ты была Где ты был Что касается молочницы И есть еще много других Заболеваний Которые не передаются Именно половым путем Они возникают Именно из-за того Что у вас в организме Идет перестройка Какая-то Гормональные какие-то всплески Да, там Иммунитет Он тоже может ослабляться Появляться И в общем Живут в нас разные Такие микроорганизмы Которые могут вызывать Те или иные болезни Поэтому Не пугайтесь сразу Каким-то таким моментом Нужно сходить Прячу Проконсультироваться Но гигиена Обязательно Потому что молочница Может возникнуть Как раз таки Из-за того Что вы Носите прокладку По 4 дня Это я обращаюсь К той девочке И может быть Тем немногим Я надеюсь Что таких девушек Немного Которые Так долго Носят прокладки Тем более Тампоны Вообще нельзя Так долго носить Потому что Это вообще Находится внутри И за всем Там нужно следить Вообще Многие тампоны Не любят Потому что Это именно Находится внутри И скапливаются Всякие бактерии Именно внутри Что может быть Даже и не очень хорошо И прокладка В этом смысле лучше Что касается Допустим Каких-то бегов И спорта Я всегда Пользовалась Тампонами И это очень удобно Потому что Я Может быть Это неправильно Но Живя в Москве Я Всегда занималась Спортом У меня не особо Сильно болел Живот Перед этими днями Потому что Есть девочки У которых Сильно болеет Живот Кто-то Справляется Таблетками А кому-то Нужно ставить Серьезные уколы Кто-то не может Слезть с кровати У меня всегда Это все было Очень ровненько Если немножечко Потянет там Живот Я полежу Все хорошо Но я могла заниматься спортом При всем при этом Хотя может быть Это не нужно было бы делать И неправильно Сейчас конечно же Я этого уже не делаю Но раньше Когда была молодая Мне было все равно И еще хотела рассказать По поводу ПМС Называется Предменструальный синдром Еще я слышала Про постменструальный синдром Но не знаю Скорее Это перед Перед женскими днями У девушки Всегда Такое Повышенное Эмоциональное состояние Она может быть Раздражительна На ровном месте Вот у меня Кстати Никогда такого не было И я вообще не понимала Что такое ПМС Когда я просто Не начала обращать Внимание реально на себя И были такие моменты Когда Вот что-то Настолько тебя раздражает Ты эту эмоцию Злости Вот Ты настолько ее чувствуешь И ничего не можешь сделать По большому счету Причин для нервов И для злости Какой-то нет Вот просто Ты вот лежишь Вроде все хорошо А тебе просто колбасит У тебя вот эта энергия Прет из тебя И ты думаешь Что это? Что это? Это гормоны девочки Не переживайте Берегите своих мужчин Во время ПМС А мужчины Будьте терпимы К своим девушкам Это девушки Передадите своими мужчинам Потому что Нас наверняка Смотрят только девушки У меня 90% Женской аудитории Я надеюсь Что из названия К моему видео Мужчины к нам не заглянут Но если заглянут То сидите тихо Да и кстати По поводу наполнения груди И вот тяжести в животе Происходит так Не у каждого Далеко Потому что Я тоже раньше По груди Не могла понять Налилась она или нет То есть она у меня Особо не менялась Это только может быть Со временем В общем женщины меняются Сначала у них может так Потом так Поэтому не переживайте Каждый организм индивидуален Все индивидуально Все я рассказала про гигиену Надеюсь вам полезно Расскажите Чем пользуетесь вы Если хотите в комментариях Вот это ноу-хау Если кто-то знает Слышал Пробовал Тоже расскажите Напишите Также можете в комментариях Можете мне в личные сообщения Вконтакте писать Все ссылки находятся внизу Я надеюсь Я помогла И спасла В принципе Зачем еще Что еще можно спросить А вообще не стесняйтесь Девочки спрашивают Такие вещи у родителей Наши мамы Это Наши мамы и бабушки Можно так сказать Да можно и тети Может быть Наши вообще родственники Близкое окружение Более старшего поколения Да потому что подружка Точно так же может Смотря какая Сколько носит прокладку Может точно так же Вам посоветовать Доноси ее 4 дня Поэтому к сверстникам Обращаться Может быть Можно Но не 100% Доверять там Все что происходит Потому что Это такая же девочка Как и вы Которая еще Только Столкнулась С этим всем Поэтому лучше Обратиться к старшему поколению И не бойтесь Обращаться с этим вопросом К мамам К тетям К бабушкам Потому что Кто как не наше Старшее поколение Наши близкие люди Смогут Рассказать Все как Все как оно есть Без всякого стеснения И заботой о вас Хотя Судя по тому Что Рассказали мне историю Где мама покупала Прокладку с дочкой На один день Может быть Не всегда И все мамы знают О том Что хорошо Что Не нужно делать Лучше Ладно Я надеюсь Что мое видео Было полезным И интересным Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал А я с вами прощаюсь До следующего видео И Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok